Не появляться в университете ни на занятиях, ни на зачетах и получать только пятерки. Речь идет не об удобствах дистанционного образования и высоком уровне знаний студентов, а о взятках. Директора Канажского филиала ЧГУ подозревают в том, что знания студентов им оценивались рублем. Значит так, пожалуйста, мне на 100, вот на 100, вот на 100, вот на 100. В кабинет директора Канажского филиала ЧГУ правоохранительные органы наведались еще несколько недель назад. По версии следствия, за более чем 150 тысяч рублей студенты-заочники трех групп получали в своей зачетке отличные оценки. Однако в рамках расследования этого уголовного дела всплыли и другие эпизоды. В итоге липовые пятерки одной из студентов Канажского филиала ЧГУ превратились в пять уголовных дел. По версии следствия, в 2008-2012 годах подозреваемый получал от одной из студенток, обучавшихся в этом филиале взятки на общую сумму свыше 50 тысяч рублей за заполнение ее зачетной книжки без фактического посещения ею занятий, а также зачетов и экзаменов. Кроме того, эта девушка не появилась ни на одном зачете, ни на одном экзамене, ни на защите отчета о преддипломной практике. Также ее не было на защите дипломной работы, а также отсутствовала она и на государственном квалификационном экзамене, на котором, тем не менее, она получила пять. Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова